Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Всех с Новым годом, всех с наступающим. Пусть Новый год вам принесет счастье, удачи, радости, исполнение всех ваших желаний. Сейчас будет онлайн-расклад без вариантов, а тема будет называться так. Его мысли, чувства, действия к вам сейчас. Давайте посмотрим, что у него там, какие у него там мысли по отношению к вам, что он там чувствует, что он вообще собирается делать. Подумайте о своем мужчине, представьте его, загадайте его. То, что с самого начала я сейчас буду говорить, если будет все сходиться. Значит, смотрите этот расклад до самого конца. Если вы чувствуете, что-то здесь нет, то не получается. Смотреть не надо, этот расклад вам просто не подходит. Итак, ваш мужчина сейчас на данный момент, кем он является, его энергетика он сам. Еще, 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 дайте еще. Ой, как все плохо. А что так плохо там? А, по даме Пентакли вам страдает у нас здесь. Которая находится на расстоянии. Да. И в подвешенном состоянии у него это все. А он деньги зарабатывает и хочет к ней приехать, хочет появиться такой же, как она сама. Он хочет стать в энергию короля Пентаклиева. Вот смотрите, ваш мужчина сейчас на данный момент очень сильно переживает. Здесь девятка мечей. Это страхи. Это переживания. У него какие-то психологические идут проблемы. Он себя чувствует униженным. Он чувствует себя каким-то поникшим, у которого апатия. Потому что он уже раньше думал, что он король. Понимаете? А получилось, что он вообще не король. Непонятно, кто он сейчас, в каких энергиях он находится. Такое ощущение у него, что у него как будто мир внутри перевернулся. Он себя видит, как в кривом зеркале. И понимает, что, боже мой, кто я, что это, что со мной происходит. Понимаете? Я не знаю, почему. Или вы ему что-то такое сказали. Или вы ему что-то донесли. Или преподнесли. Или дали знать, что он вообще как бы уже никто. Понимаете? Ну, короче, лопатой смахнули ему корону. Конкретно. Вы находитесь от него на расстоянии. Вы от него закрыты сейчас на данный момент. А вы закрыты, потому что вы находитесь в таком ощущении, что постоянно или дом работаете, или на работе работаете. И вы обездвижены. Вы закрыты полностью от него. Кстати, может быть, он сам от вас закрыт. Ну, потому что он в тюрьме, например, да, сейчас на данный момент. Или в следственном изоляторе где-то. И он не может вас не увидеть никак. И поэтому он считает, что вы как будто от него закрыты. А вы вправду с одной стороны к нему стоите спиной, в принципе. Вы уже давно от него, давно отошли. И ушли уже в свою сферу деятельности. Это зарабатывание денег. Вы настолько подпитаны, настолько мощно, настолько энергетически наполненная женщина, как сосуд с вином вкусным, выдержанным. Представляете? Или бочка с медом вкусным. Или, я не знаю, бочка с водой. Такая вот, ама, вода такая родниковая, чистая. Прям такая прям вкусная вода. Вот вы... Нет. В смысле бочка ничего здесь плохого я не вижу. Поэтому не обижайтесь. А то сейчас все подумают, ой, меня Яна с бочкой сравнила. Нет. Это просто такое образное... Что мне сейчас идет в голову? Бочка это не в смысле, что вы полная или худая. Это в смысле вы наполненная, жизненная, сочная, вкусная, понимаете, женщина. Вы не опустошенная, как он сейчас на данный момент. Он в этих энергиях находится. Вы идете, как дама пентакливая, да родная. Понимаете? Вы хоть прям сейчас рожай, прям, я не знаю, пятерых до Нового года. Я вчера, я вчера это сказала, Нола. И девчонки, да, пишут мне, да, пятерых до Нового года, я смогу. И вот здесь тоже, здесь, потому что, девочки, здесь такие энергии. Вы в таких энергиях находитесь теплых, добротных, меховых, сладких, вкусных. Что вы хоть пятерых до Нового года родите, ей-богу. Богатырей просто, сыновей, я не знаю, там. Ладно, вы находитесь от него сейчас, на расстоянии. К вам плыть, лететь, бежать и так далее. Но он ничего сейчас не может сделать, потому что он в подвешенном состоянии. Давайте посмотрим, почему в подвешенном, ну, скорее всего, потому что он сейчас деньги зарабатывает. Может быть, сейчас этот, ну, давайте я еще все-таки спрошу, почему в подвешенном. Что прям так у него стопро? Что, трудно пойти, я не знаю, билет, что ли? У нас-то что, такие дорогие билеты? Я не знаю, если вы, конечно, находитесь где-нибудь на Сахалине, а ему, бедно, вот с Калининграда летит, то, конечно, наверное, да, это будет очень дорого. И то, по крайней мере, деньги все равно можно найти. Это же не миллионы стоит этот один билет, правильно? Что же он такой бедный, что ли, я не пойму, что на билет у него денег не хватает? Просто дурдом какой-то. Блин, мужики пошли. А он сейчас деньги зарабатывает. Он потому что с вами хочет стать в одну стызю, видите? Вы же пентакливая, и он думает, я тоже должен стать таким, да? Я тоже хочу наполниться. Конечно, у него хреново получается это. У него плохо это получается, потому что наполнением занимается женщина. А мужик деньги зарабатывает. Откуда он будет деньги зарабатывать, если он не качает, не качает энергию вот этого наполнения? Вы же от него спиной находите, спиной стоите, закрыты вы от него. От кого? Он считает сам подпитываться. Чем он подпитываться будет? Одним местом, что ли, мне интересно? Но чем он подпитывается? Женщина подпитывается нижней чакрой, понимаете, маточкой своей. Уже природой заложенной, она отдает. А ему чем он собрался подпитываться? Я не знаю просто. Ему энергию сверху надо брать, а не с одного места. И себя трансформировать, реализовывать себя. Поэтому у него здесь и идет-то рыцарь пентакливый. А рыцарь пентакливый – это самая медленная энергия качания денег. Вот у него денег-то и мало-то идут. Вот мало-то идут. Потому что он не знает, он не знает, как свою энергию расходовать. Он не знает, откуда брать, куда ее получать, куда отдавать, откуда деньги. То есть он вообще ни хрена, ни чем в этом не разбирается. Выпендрежник еще у нас здесь, наверное, я так полагаю. Да выпендривался, что вы к нему спиной встали. Здесь женщина умная, которая сказала, не хочешь? Да какие проблемы? Иди ты нафиг. Я пошла работать, у меня здесь, а семью надо мне кормить. Мне бабки надо зарабатывать. Мне еще до Новых годов пятерых надо родить, Яна же сказала. Мне надо еще все успеть. А ты сам барахтайся как-нибудь. Так, а почему? В чем проблема? Почему он к вам что-то приехать не может? Почему он находится в жертвенности? В чем проблема? В чем причина, милый? Еще. Угу. А-а-а. Ну, здесь ведьмочки меня смотрят, конечно. Кто никак как ведьмочка может прекрасно знать, как качать энергию? Только ведьмочки это знают. Это же секреты. Вот смотрите. Ну, вы с ним расстались. Давайте я скажу так. Это является основной причиной. Основная причина – вы расстались, поругались. Все. Все. Мосты сожжены. И поэтому для него это целая проблема. Он приехать хочет, а думает, а стоит ли ехать? А нужен ли он ей? То есть, нужен ли я ей, да? Как бы. А ждет ли она меня? У-у-у. Наверное, не ждет. Наверное, не ждет. Она находится на расстоянии. Я сейчас приеду к ней туда, на Сахалин. Она мне та же дверь не откроет. Или откроет, скажет, а что ты приперся, я замужем. И что, я сейчас опять назад в Калининград опять лететь буду? То есть, здесь у мужчины такие вот мысли тоже уже идут. А он думает, просто он сопоставляет. Сейчас, если я сделаю такой шаг, что будет? Между вами же нету ничего практически, да? Здесь все, вот-вот, вот оно. Сожжено все. И тишина. Так. А как он видит вас сейчас? Вот, понятно. Дама Пентаклева. Еще. Еще. Угу. О. Угу. 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 Ну, вот смотрите, как он вас видит, да? Шут дурак. Где-то она как Шут, где-то она как Шут, а иногда как Старший Арканмаг, да? То есть, она может быть и дурочкой, она может быть и не дурочкой. То есть, здесь, так же это я могу сказать, что он видит вас уже в энергиях обнуления. Вы уже прошли тот путь, когда вам было очень тяжело с ним, очень тяжело. Вы сейчас перестраиваетесь и перестраиваете свою жизнь, обнуляетесь полностью. Вы хотите новых чего-то, энергии в своей жизни. Вы хотите нового пути, вы хотите новых отношений, новой жизни. Тем более, что заканчивается Новый год. Вернее, Старый год. Новый скоро начнется. То есть, он видит вас как женщину, которая для себя четко решила, что в моей жизни этого придурка больше не будет. Все, с меня хватит. Я теперь, как Старший Арканмаг, теперь этими отношениями буду управлять только я, а не он. И как я скажу, так и будет. Потому что я дала уже ему возможность рулить. И мы к ним, с ним приплыли, блин. Непонятно куда. На этой маленькой лодочке. Мы в тупик приплыли. Фигушки, теперь больше так не будет. Теперь управление беру я. А я четко хочу, что мне нужна семья. Мне изначально нужна была семья. Только он этого понять не мог. Он понять этого не мог. И черти-честь с ним было в отношениях. Я только время зря потратила. А теперь я знаю, хватит. Я беру управление, все в свои руки. Я сама выбираю мужчин. Я сама знаю, какой мне мужчина нужен. Мне в первую очередь нужен муж. А не любовничек, мальчик-любовничек. Который будет прыгать с зайчиком возле меня. Непонятно, что с ним будет. Сегодня пришел, завтра ушел. Опять написал, потом опять куда-то исчез. Мне эти игрульки уже... Я в них проходила в детском садике. Я сейчас взрослая барышня. И я хочу достойную, сильную семью. Я хочу детей. Я детей хочу пятерых. Мальчиков до Нового года. Шучу, шучу. То есть, ну понятно, да? Я хочу семью, потому что у меня мечта. Кстати, многие, кто меня сейчас смотрит, может быть, у вас семья была неполноценная. Или же у вас был действительно папа, мама, сестры, братья, полноценная семья. И вы хотите такую же проекцию этой же семьи. Потому что вам есть на что смотреть. Или же у вас никогда не было полноценной семьи. У вас не было. Или папа, или мама. Или вообще папы с мамой не было. И у вас просто мечта создать хорошую, дружную, крепкую семью. У вас мечта. И в роли любовницы, ну вы никак не котируетесь, понимаете? Ну никак. Вот, блин, ну какая из вас любовница? Если у вас изначально одна мысля. Замуж, 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 замуж. Я хочу семью, 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 семью. И он это прекрасно все понимает. Он не дурак. В этом плане он сразу понял, что вы хотите. Но он вам сейчас предоставить это не может. И он и вам тогда предоставить это не мог. Поэтому вы его послали. Но сейчас он понимает. Он понимает, что вот она, да, она, наверное, хочет уже все. Она поставила со мной дочку. Она хочет семью. Она сейчас будет ее создавать. Да, она сейчас подпитается энергией. Здесь она уже готова. Она через шута дурака идет в старшего аркана маг. Да, она переделывается уже. Тут повзрослела она уже. Она для себя все поняла. Хорошо. Так. А готов ли он с вами сейчас создать семью? Хочет ли он с вами создать семью? Ту, которую вы мечтали. Он же знает об этом. Готов ли он с вами создать семью? Да, может быть, он уже готов, но вы не хотите. И еще здесь могут быть магические влияния. Я уже не знаю, с какой стороны. Может быть, вы сами на него что-то делали. Или кто-то на него там что-то делал. На ваши отношения кто-то делал. Но здесь могут проигрываться магические работы. А вы уже не хотите. Даже если он сейчас напишет, позвонит вам, скажет. Вот, давай, я согласен. А вы так. Да ты что? Очухался. Вспомнил. Хочет он. А ты обо мне подумал, что-то я уже не хочу, как бы. Потому что я тебя уже увидела какой-то. Нафига ты мне сдался? Я сейчас пойду другого себе найду. Очухался он. Через 10 лет. Хочет он. То есть здесь женщина, в любом случае, мечовый. Вы уже сейчас в энергиях мечовый для него. Именно для него. Сами выйдете, когда мы пентакливы. То, что я говорила изначально. Зарабатывайте деньги, у вас все хорошо. Вы вообще, то есть, деньги, прибыль, материальность, да. Наполненность. Мощная, сильная, знающая, умная. Знаю, что хочу и куда иду. Все. А к нему вы относитесь уже, как дама мечовая. Уже если он вам тоже скажет. Кисонька, как дела? Вы ему на него так рявкнете, что он бедный заикаться начнет. Понимаете? Потому что вы уже как... У вас как ненависть к нему уже. Вы на него уже не смотрите этими, знаете, косячьими глазками, такими влюбленными, детскими. Вы уже на него так не смотрите. Вы уже не смотрят, как на идиот. Типа, что надо? Я тебе сказала, пошел вон. Что вернулся? Что, не понял, что ли? То есть, понимаете? Потому что у вас уже давно к нему что-то повернулось. Там, понимаете, в другую сторону что-то у вас к нему уже повернулось. И вы четко понимаете, что он мне не нужен. А он хочет. Он вас любит. Но здесь идут такие энергии, что он вас любит, а вы его нет. Еще, его чувства к вам. Вот давайте посмотрим. Я про любовь заговорила. Его чувства к вам. Ой, он себе фантазирует. Да, вот она, вот она есть. Вот она. Вот двойка кубков. Сейчас объясню, почему. Так. Но он понимает, что уже все. Я ее люблю, а она меня нет. Потому что он себя очень чувствует рядом с вами хорошо. Когда он с вами был, когда вы с ним в отношениях были, когда вы его любили, как он себя вел по-фигически? Я, 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 я. Как я скажу, так и будет. А ты где был? Какое твое дело, где я был? Чего я тебе должен отчитываться? Ты мне жена, что ли? И вы так. Опа. Хорошо. Хорошо. Я тебе не жена? Ладно. И не буду ей. Я пошла. Пока. Вот и все. Он куда, куда, куда? То есть он думал, что вымпендриваться он будет до скончания там века с вами. Потому что он себе там много всего нафантазировал. У него планы были хорошие. Он чувствовал себя, знаете, орлом горным такой. Летаю туда-сюда, где хочу, приземлюсь. Куда хочу, полечу. А ты мило сидишь, Дин. Потому что ты женщина. Все. Ты должна, ты обязанная. Твой долг. А вы сказали, да ты что? Это мой долг. А я не знаю. Сейчас я тебе устрою. Я тебе сейчас про долг устрою. Сейчас я тебе припомню этот долг. Ну и все. И здесь женщина ушла. Здесь женщина ушла. Здесь женщина сделала так, что отношений нет. Потому что он ее уже не устраивает, этот мужчина. Она не хочет. Здесь женщина очень любит себя. Он это понимает. Я сейчас говорю то, что он уже понимает это. Ему вас не хватает, потому что вы ему энергии качали. Вы его вдохновляли, окрыляли. Я не знаю, что вы для него еще там сделали. Мир подарили. Открыли новый мир. Я молчу про материальное. Может быть, им в материальном плане женщины помогали здесь мужчинам. Как обычно. Сейчас он это все потерял. Потому что старший аркан солнца идет именно с любовью. Сейчас там солнце у него, которое смотрело изначально. Уже этого солнышка там нет у него. Ему плохо. Поэтому он хочет все, бедный, к вашему уровню подняться материальному. У него нифига это не получается. Потому что он не знает трансформировать, как эти энергии. Как он должен зарабатывать деньги. Он нифига не знает. У него там денежный канал половины перекрытый. Неправильно расходует свою энергию. Он ничего не транслирует вам. Он ничего вам не дает. Откуда он как он? Где он хочет деньги качать? Не вот интересно просто. Откуда? С потолка он деньги хочет себе качать? У человека вообще нет понятия, понимаете? Что такое денежная энергия? Как ты можешь в этом мире себя транслировать? Чтобы ты здесь взаимооборот был. Ты мне, я тебе с этим миром. У него вообще этих понятий нет. Если вам это свойственно, вы это понимаете. Здесь женщина-ведьма. Она знает это все. Ей природа это дано. Она чувствует интуитивно и делает так, как надо. Поэтому вы находитесь в пентакливых энергиях. Наполненная, жизненная, вкусная женщина. А у нас тут стручок уже высухающий, понимаете? И вот он поэтому садится на своего несчастного, как его, черного козла. Я не знаю, там машина Лада. Какого там выпуска? 20-го выпуска. 1900. 20-го выпуска. И ездит делать свои дела, зарабатывает деньги. Ну и флаг ему в руки. Так он всю жизнь будет на Ладе своей ездить старый. Он всю жизнь будет на ней ездить, понимаете? Ему Мерседеса не видать, как звезд на небе. Потому что, ну вот, смотрите. Он сильно, очень сильно хочет. Он хочет опять вот в этих энергиях быть, понимаете? Он в этих энергиях хочет быть. А вас же нету. А вы даете эти энергии. И когда нету, все. Здесь все перекрывается вот так вот, чернотой. Чернотой все перекрывается. А он хочет быть в этих энергиях ярких. Чтоб вы опять вдохновлялись. Чтоб у него там крылья расправлялись. Ладно, все. Так, смотрим. Будет ли он что-то делать в вашу сторону? То, что он там боится, уже понятно. Будет ли он конкретно что-то делать в вашу сторону или нет? Вот. Четверка Пентакли. Какой он скупердяй. Какой он жмот. Вот что можно ожидать от этого несчастного? Хочешь сказать нищеброда, наверное. Да, нищеброда. Вот он скупердяй. Он две копейки зарабатывает. И одну копейку складывает. А на вторую живет. Вот что можно от этого человека? Он скупой на чувства. Он скупой на эмоции. Он слово красивое тебе не скажет. Комплимент тебе не сделает. Вот что от этого сухаря можно ожидать? Еще. Кошмар. Тратиться же надо. Тратиться надо. А он не хочет тратиться. Не хочет. У него энергии нету. Чем потратиться-то? И денег нифига нету. Чем потратиться? А он, понимаете, он не знает одного. Это закон природы. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Если ты ничего не отдаешь, ты ничего в жизни не получаешь. Но вот он элементарного этого закона в жизни не знает. Поэтому он скудный, скупой, тупой. Я не знаю, как здесь можно еще культурно его обозвать. Ой, ладно. Хорошо. Будет ли он все-таки действовать в вашу сторону? Ну вот. Двойка мечей. Еще. По жезлам. Еще. Ой, я не могу. Девочки, он долго будет думать. Ну, как всегда. Ну, вы же его знаете. Он всегда долго. Он, ну, ту году, понимаете. До него как до жирафа должно дойти, до последней звезды. Он долго будет думать. Потом вам напишет или позвонит. И он хочет вот таким вот приехать к вам. Вот таким вот. Сейчас, подождите, я сейчас покажу. Вот таким вот. Слушайте, он прям подходит под мой антураж новогодний. А может быть, к Новому году, кстати. Просто так ничего не бывает. Если я вот так сделаю. Да, видно? Да. Вот он прям вот таким, девочки. Ну, стоять. Видите, он даже стоять не хочет. Он падает, видите? О. Хорошо. Вот он, потому что, он, потому что не настоящий. Поэтому падает. Был бы настоящий на коне. Вот тот какой-то бравый офицер. Он бы сейчас стоял бы здесь. Высшей силой бы его удержали бы. А здесь он даже падает, понимаете? Он даже стоять не может здесь. Потому что он фальшивка. Он фальшивка. Он, я не знаю, где он найдет этого коня. Ну, я не знаю. Может быть, в этом, как его, как это называется? Господи, в аренду, когда берут машины на час, на два, арендуют вот эти белые красивые, да, Мерседес или черный. Букет цветов купит там, тоже недорогой. Там, с пяти каким-нибудь розочек, да, или ромашек. То здесь мужчина из себя ничего не представляет сейчас на данный момент. Абсолютно. Но хочет приехать вот таким вот победителем. Чтобы вы прям, знаете, как увидели, как фильм «Красотка». Ну, там, там он был, я не знаю, кем он там был. Этим олигархом, да, богатым миллионером Америки. И он к ней на Мерседесе как приехал, да, поднимался к ней. Вот он, видать, фильм, она смотрелся, «Красотка». И он себя, наверное, уже как бы обозвал тем, что вот он такой, тоже как Ричард Гир. Сейчас буду к ней подниматься, пусть она меня встречает. Я еще приеду на белом коне. Он еще помоет в грязь такую, в слякоть. Машину помоет, отмоет, отполирует. Но чтобы вы прям вообще там упали, когда он подъедет. Чтобы вы ему сказали, «О, да, я не ожидала, прости». Он, «Да, да, дедка, ладно, хорошо, я прощаю, прощаю, целую мою руку». Чтобы вы ему сказали, «Да, боже мой, ты такой, это твоя машина, да?» То есть ты так выглядишь, да, он еще побреется. Перед этим зайдет сам в дешевую парикмахерскую, чтобы его там побрили, побрызгали. Или, я не знаю, одеколом, шипр. Или «Красная Москва». Ой, у меня такой степ, потому что я вижу здесь фальшивку. Здесь мужчина из себя ничего не представляет. Но он так сильно хочет вас вернуть, что он готов пойти на все. Абсолютно на все. Вот на что его деньги хватает? Лишь бы вас вернуть к себе. Потому что он очень сильно хочет, чтобы вы к нему вернулись. Но он перед этим будет с вами разговаривать. Это будет или разговор через звонок, или смс, или интернет-сообщение. Потому что он же должен... Ой, здесь такой мужчина, он же должен предварительно все узнать, согласны вы или нет. Как это он на бум приедет? Вы его пошлете? Он же боится, чтобы вы его послали. Это так по его эго ударит. Понимаете, вы уже так прошлись по его эго трактором своим, бульдозером. Там все сравняли его, понимаете? Все, что можно. Поэтому здесь мужчина хочет приехать прям как главнокомандующий. Понимаете? Здесь, я не знаю, рыцарь Айвенга. Это, я не знаю, там, король, кто там, Артур, да? Наполеон, да? Здесь вот мужчина прям на коне. Все, встречай его с транспарантами, с музыкой. Открывайте врата. Все. Он приехал. Такое счастье. Надо прыгать до потолка просто от счастья. Въезжать и кричать, милый, я тебя люблю. Ой, прости меня, прости, прости. Ладно, ладно, успокойся, все будет хорошо. Я же тебя люблю, детка. Да, как будто он как одолжение прям делает. Ты что, не знала? Типа, да, да, прости меня. То есть... То есть как-то так. Он хочет приехать победителем. Ну, я не знаю, может быть, он там миллиончик скопит, да? Как бы, ну, приедет, скажет, вот, дорогая, я могу тебе позволить ресторан, у меня деньги есть. Ну, я не знаю, как-то так. Но он сделает. Его действие, да. Его действие сто процентов, он приедет. Давайте посмотрим, когда. Когда, когда... Так, что у нас сейчас? Декабрь, да? У нас декабрь уже. Ну, да, Новый год же. Так, давайте смотрим. Так, я не буду загадывать большие сроки. Нет смысла, я каждый день гадаю, что загадывать большой срок-то. Вы уже забудете это раз к тому времени. До Нового года, до 31 декабря. Этот мужчина вам позвонит, приедет, напишет. То есть он сделает вот этот рывок, который он хочет сделать на этом своем канале, блин. До конца декабря. Еще. 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 Ну, давай еще. Блядь. Что делается? Что делается? Понял. Он тоже, знаете, дьявол тоже. Да ты отстань от меня, блин. Я когда захочу, тогда я сам позвоню. Дьявол думает. Да ёк, Макарё, блин. Да ты тупой, блин. Я тебя учу, блин, учу, блин. Ты в этой жизни, блин, балбес. Слушайте, здесь энергии после дьявола пошли. Я тоже передавать не хочу. Потому что это детский сад вот тут. По шестерке кубков здесь детский сад пошел дальше уже здесь, понимаете. Девятка жезлов. Здесь девятка жезлов уже. Ну, это я вообще, это я не хочу передавать это уже. Я не хочу передавать, потому что это балбес, действительно. Это балбес. Надо поставить рядом вот так вот дьявола с ним сейчас. Я же сказала, что дьявол на него давит очень сильно. Это дьявол ему говорит, давай, 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 давай. Ты же ее хочешь, придурок. Или я тебе импотент из тебя сделаю. Или ты ей напишешь, позвонишь до Нового года. Или ты мне после Нового года будешь импотентом, выбирай. Хорошо, что хоть здесь дьявол вышел. Если сейчас без дьявола, был бы трэш вообще. Я бы не знаю, я бы сразу уже отключила бы, послала бы его нахер и все. Потому что здесь смотреть нечего уже. Здесь нечего смотреть. Здесь не те уже энергии идут. И здесь один единственный дьявол, друг, братан, который на него давит и говорит, слушай, ну ты тут уже когда мужиком станешь уже. Я тебя все искушаю, искушаю. Ты что, понять, что ли, не можешь? Что, от тебя требуется, что ли? Я не поняла. Да ты должен уже давно приехать, позвонить. Ты что, блин, очкуешь, блин? Да ты успокойся, я тигаря. То есть здесь... Хорошо, ладно. Все, давайте. Последнюю карту. Ну и фиг с ним с этим мужем, блин, придурка мой. Нафиг он вам нужен, девочки? Не, ну серьезно. Ну вот нафиг он вам нужен такой, блин? Идиот. Жалко. Что он даже дьяволом не служится уже. Он как-то в своем мире каком-то ку-ку у него там, понимаете? Живет в своем мире каком-то непонятном. Че он там ждет? Че он ждет? Деньги он ждет. Не собрал денег, что ли, господи? На букет цветов и арендовать машину какую-то на чем приехать. Ладно, приедет он или нет? Дьявол сделает свое дело или нет? До конца декабря. О, и тут иерафант. Ой, я не могу. Ой, я не могу. Товарищи, я уже заканчивать хочу. Куда я работаю в лице? Ой. Ой, ладно, все, хватит, давайте. Все, серьезно, серьезно, серьезно. Я хочу уже здесь уже заканчивать. Здесь вылазит теперь иерафант. Девочки, здесь он находится под такими энергиями. С одной стороны у него дьявол, а с другой стороны у него иерафант. Вы видите энергии здесь, здесь красная энергия и здесь красная энергия. Эти уже две силы на него настолько уже давят просто. Здесь уже дьявол на него давил. Иерафант сверху смотрит, думает, нет, что-то здесь один дьявол с этим справиться придурком не может. Сейчас я выйду, подожди. Я сейчас со своей стороны его здесь тоже сейчас устрою. Он находится как в замкнутом пространстве, понимаете, между двух огней. Дьявол и иерафант. Что может быть еще сильнее? Что может быть еще сильнее? Сильнее нету. И этот человек от него уже как карма. Этот мужчина, я вам сейчас уже по двум этим дьяволу и иерафанту могу сказать, что вам этот мужчина, он идет кармический. Потому что он должен пройти свою отработку. Этот мужчина должен отработать свою миссию. С чем он пришел к вам? С чем он пришел? В брак он пришел? Значит, он придет в брак с вами. Это паразит. Если он пришел просто для отработки каких-то, значит, он просто отработает все равно по-любому. С него две энергии эти не слезут. Я говорю точно. Ой. Ой. Давайте, 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 давайте. У него кармические законы перед вами. Он проходит именно... У меня просто слезы уже. Давай. Ну, я не ожидала, что сейчас просто выйдет иерафант. И здесь вообще просто цирк. И цирк с конями, блин. Так, ладно. Сейчас я его добью. Я не успокоюсь, пока я его не добью. Я не знаю, кто сейчас еще выйдет. До конца 31-го года. Вот до конца 31-го декабря. 31-го года, говорю. До конца 31-го декабря. Появится он или нет? Да. Да. Да, он все равно появится. Он все равно появится. И появится в энергиях короля кубкового. Это милая, дорогая. Я поздравляю тебя с Новым годом. И все дальше остальное там. Дальше уже, понимаете? Он будет вам говорить. Да, он появится. Потому что ту жезла ему как сложно бы не было. Он не может обрубить. Не может. Потому что у него вот здесь справа и слева стоят две силы. Которые на него давят. Который говорит. Давай, 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 давай. Ты что сидишь, блин? Коня он здесь намывает. Иди, пошел быстро купил цветы. Поехал к бабе. Я тебе что сказал? И Рафан говорит. Да, конечно. По моему велению, по Божьему соглашению, милый. Садись на коня. Езжай к своей женщине. Да? Ну, как-то так. Все, девочки. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Не обессудьте. Ну, я как всегда читаю только карты. И что мне карты здесь преподносят. Я просто не могу. У меня всегда все на эмоциях. По-другому не могу. Я их так вижу и так читаю. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Встречайте своего кавалера. Встречайте своего мужчину на своем белом коне. Я не знаю, как будете вы его встречать. Но он приедет. Приедет, потому что так должно быть. Так по судьбе. Так хотят две силы. Дьявол и Рафант. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. И до скорых встреч. Всех.